Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Что произошло сегодня? Сейчас я постараюсь объяснить, что к чему и как я собираюсь действовать. Мы так хотели, чтобы институционалы зашли в биткоин, это случилось. А теперь мы расхлебываем последствия этого, ведь манипулятор что на фондовом рынке, что на криптовалютном один и тот же. Давай обсудим это, но сначала не забудь поставить лайк, если веришь в хорошее будущее биткоина и криптовалюты. Посмотрим, сколько нас таких. Давай для поддержки биткоина наберем хотя бы 8000 лайков. Итак, биткоин сегодня падал до 37700 долларов. Интересно то, что перед этим биткоин и криптовалюта неплохо восстанавливалась. Инвесторы рассчитывали на грядущую встречу федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которая будет уже в конце этого месяца. Они ожидали, что ФРС смягчит свою политику сокращения покупок и повышения ставок, но случилось то, что случилось. Посмотри на это падение NASDAQ, абсолютно никакой причины для этого не было. Мы просто увидели одно большое манипулятивное движение вверх на 500 пунктов перед этим. Видимо, это манипулятивное движение вверх заставило многих инвесторов возбудиться, вернуться на рынок и поверить, что падающий тренд сломлен. Ну и в итоге их просто-напросто побрили. Не только на биткоине, но и на остальных рынках тоже. Биткоин очень сильно коррелирует с NASDAQ. Почему? Потому что мы уже говорили о чрезмерной институционализации главной криптовалюты. Сейчас биткоином правят по факту те же люди, которые управляют рынком NASDAQ, S&P 500 и другими. Просто посмотри на сравнение графиков биткоина и NASDAQ. На вот эти прямые линии не обращай внимания. В это время NASDAQ просто-напросто закрыт и не торгуется. А биткоин торгуется всегда. Итак, NASDAQ падает, биткоин падает. NASDAQ падает, биткоин падает. NASDAQ растет, биткоин растет. Биткоин упал, NASDAQ упал. Биткоин растет, NASDAQ растет. NASDAQ падает, биткоин падает. NASDAQ растет, биткоин растет. Насдак падает, биткоин падает. Институционалы просто скопировали поведение акций технокомпаний на биткоин. И это пугает, потому что как только они начнут распродавать технокомпании, биткоин будет падать. Однако, как только они начнут их покупать, биткоин будет расти. Так что сегодняшняя огромная манипуляция это не только про биткоин, это вообще про все рынки. Даже если просто посмотреть на график акций Netflix сегодня. После этого подъема они находятся в свободном падении весь день сегодня. Понимаешь, насколько глобальная манипуляция происходит на наших глазах? Она коснулась не только биткоина. И все это происходит в преддверии встречи ФРС США на следующей неделе, на которой, очевидно, будут приниматься решения, которые определяют дальнейшее движение рынка. Они расскажут, что они будут делать с экономикой, ставками, инфляцией и так далее. Если что, это произойдет 25-26 января этого года. Джесси Олсен пишет, многие трейдеры, как и торговые алгоритмы, запрограммированы на то, что 200-дневная средняя скользящая показывает риски медвежьих рынков. На данный момент все рынки, NASDAQ, Dow Jones и Bitcoin находятся ниже этой скользящей. При этом, биткоин всегда уходил ниже нее во время медвежьих рынков в 2013, 2017 и, наконец, в 2021 году. На самом деле, эти падения сегодня, хоть и были манипулятивными, но все же очевидными. Мы, сравнивая похожие ситуации на биткоине, говорили о том, что должно быть еще одно падение под конец этого месяца. Мы говорили, что его дно может находиться на отметке 34 или 35 тысяч долларов. А теперь я хочу показать тебе одну публичную информацию и одну закрытую. Хотя я не уверен, что имею право публиковать эту закрытую платную информацию, но я рискну. Начнем с того, что даже самые закоренелые мунбои, ракетчики, которые всегда топили за рост, полностью меняют свое мнение и топят за 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов и так далее за биткоин. Даже DaVinci переобулся. Но вот что делает крупнейший биткоин-кошелек. Здесь происходят весьма интересные вещи. Как мы видим, с ноября прошлого года он практически ни разу не продавал биткоин, а только лишь его накапливал. Он начинал с баланса около 105 тысяч биткоинов и сейчас накопил 124 тысячи биткоинов. За два месяца. При этом на падении в декабре вот здесь мы видим прыжок покупаемых биткоинов. Так же, как и в январе тоже произошел очередной прыжок. На таких массивных коррекциях его аккумулирование ускоряется. Как мы видим, крупные игроки делают как раз то, что и нужно делать. Покупают дешево и будут продавать дорого на следующем растущем рынке. Ну а люди, розница будет делать абсолютно наоборот. Когда биткоин стоил 65 тысяч долларов, розничные инвесторы говорили, вот бы он упал, я бы купил. Он падает и они не покупают, они ждут продолжения падения. Это очень опасно тем, что в итоге они либо не купят вообще, либо же купят на росте. И снова потеряют деньги. В прошлом году я покупал только лишь альткоины, и я предупредил об этом чуть ли не в начале прошлого года, точно уже не помню когда. Я сказал, что я больше не буду покупать биткоин на растущем рынке. Сегодня я официально заявляю, что я начинаю снова накапливать биткоины. Каждый месяц на фиксированную сумму независимо от курса. И напоследок я хочу зачитать тебе интересные комментарии от The Economist касаемо вчерашней конференции Центробанка России. Сейчас из всех утюгов вырывается новость о запрете майнинга и криптовалют в России. Мое мнение на этот счет довольно простое и не такое, как трактуют это другие. Все на самом деле очень просто. ФСБ не имеет доступа к переводам в криптовалюте. Весь наркотрафик и оборот нелегального оружия и финансирование оппозиции идет через крипту. Поэтому сейчас в течение полугода правительство России узаконит незаконность этого всего и начнет работу. Закроют все пулы для майнинга, создадут госпул по типу РУСПУЛ, другие просто не смогут существовать. Обязательно все майнеры будут на нем с верификацией для отслеживания заработка и переводов, а также для того, чтобы иметь возможность отключать их от сети или изымать криптовалюту у неугодных. Бинанс, Байбит, Хуоби и другие биржи всех обяжут ввести верификацию и сливать инфу и переводы для контроля и также изъятия. Лично ФСБ, ОБАП и СОБР будут хлопать нелегальные фермы и изымать оборудование в госсобственность, будут вычислять по интернет трафику, сделают по России некоторое количество огромных майнинг-ферм по типу битривера и будут все майнить на них легально и с налогами. Да здравствует светлое будущее! Конечно, это только лишь фантазии, но уж больно похоже на то, что мы можем к этому прийти в итоге. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди, увидимся и все будет хорошо. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok